МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На самые волнующие темы Акимобласти Амандык Баталов провел личный прием граждан населения. Критикующий предлагаем. Талдыкурганские продавцы и стихийщики просят создать для них условия в областном центре. Скорая юридическая помощь. Как отстоять свои права законно? Отвечают юристы. В Талдыкургане в скором времени будет открыт первый реабилитационный центр для детей с нарушениями зрения. Идею этого проекта поддержал Акимал Матинской области Амандык Баталов на личном приеме граждан. На встрече с населением, которое состоялось перед итоговым отчетом главы региона, он принял более 40 человек из районов и городов области. С какими еще проблемами обратились жители региона команды Кубаталову? Узнаем из следующего сюжета. Открытие реабилитационного центра жизненно необходимо для детей с нарушениями зрения. Об этом заявила на встрече с Акимом области жительница областного центра Диана Эдарханова. По словам дефектологов, в Талдыкургане 782 ребенка нуждаются в отдельном жилом строении ввиду необходимости проведения многочисленных восстановительных процедур. Именно массаж, ЛФК, психолог, логопед, психофедолог, сестра-картистка, то есть комплекс, а там один коррекционный кабинет, 782 ребенка, подолкурганы. Вот эти 16 этаж, высотные дома построены. Такой же мы, давайте продумаем. Хорошо. Когда она в региона центр, минимум через два года будет. А это будет в ближайшее время. В ближайшее время вот в этих домах мы можем его построить и сдать. Хорошо. Давай займитесь. Одна из наболевших проблем жителей региона – вопрос получения жилья. С этой темы обратилась большая часть граждан, среди которых многодетные матери, инвалиды и пенсионеры. Впрочем, у тех, у кого этот вопрос уже решился, возникли другие трудности. Прописаться по новому месту жительства, произвести оплату коммунальных услуг и оформить документы на получение АСП стало невозможным для новоселов коттеджного городка. Как оказалось, этот жилой квадрат до сих пор не числится на городском балансе. Мы не смогли произвести оплату за свет, воду и газ, потому что, как оказалось, нас нигде не зарегистрировали. Все, кто в коттеджном городе, их принимать, что да, они уже прописаны, и вот по этому адресу документы. Но они с АСП не должны выпадать. Если местные предприниматели пользуются поддержкой главы региона, то и спрос с них вдвойне. Об этом свидетельствуют требования Аманды Кабаталова о соблюдении санитарных норм допустимого уровня шума. Неудобное соседство стало причиной обращения жительницы города Текили, пенсионерки Нины Барановой. С её слов, невыносимый шум, исходящий с Текилийского горно-перерабатывающего комплекса, приносит неудобства и дискомфорт многим жителям городка. Шумное оборудование отличается. Приезжают лаборанты из специализированных лабораторий. Тоже самое. Шумы отличаются, поэтому в пределах горных. Я сам своими ушами услышал, я с ним вдвоём шёл и говорю, что за шум слушает. Он говорит, вот этот ГОК как так будет. К радости текилийцев по поручению Акима области их проблема будет решена уже в этом году. Включить село Ащесай в программу Аул Ельбесыга, резюмировал Амандык Баталов, давая поручения своим подчинённым по решению ряда социальных проблем жителей населённого пункта Инбекши Казахского района. Со слов делегатов, прибывших на встречу с Акимом области, село нуждается в новой школе, детском саде и Доме культуры. К тому же одной из проблем для ащебулакцев стал мусорный полигон и уничтожение трупов заражённых животных. В этом году в программу вошло 21 село. Общая сумма – 17 миллиардов тенге. Ваш аул тоже нужно включить в список. Этот вопрос будет решён. Не остались без внимания и нужды многодетных матерей. Оказать помощь в получении образовательного гранта, помочь с получением жилья, посодействовать с открытием собственного дела – лишь малая часть поручений Амандыка Баталова. На личном приёме у Акима побывала и общественный деятель, опекун девятерых детей Алия Апсиметова. К радости Алии глава региона пообещала осуществить давнюю мечту семьи – приобрести микроавтобус для её девяти ребятишек. К тому же инициативное предложение молодой женщины нашло поддержку со стороны Акима области. Хотелось бы сделать предложение, чтобы дети-середные по Алматинской области получали по всей Алматинской области. Потому что так будет справедливо, потому что экономически... Правильно говорит она. Комплексная застройка в основном идёт в Ильичском, Талгарском, Харасайском. Понял, да? Что вот в Балхашском районе то же самое жильё практически не строится. В Джамбульском районе. Эти дети, чтобы получали жильё, вот в этих. За долгих четыре часа Амандык Баталов успел выслушать всех граждан, прибывших из разных уголков Алматинской области. В длинном списке среди простых жителей племянница Ильяса Женсугурова, дочь Злихи Тамшибаева и даже одноклассница самого Ельбаса. Глава региона с одинаковым уважением отнёсся к каждому из обратившихся, дав понять, что проблемы житесуцев под особым контролем. А значит, будут решены в срок. В Талдыкургане проблему со стихийной торговлей наконец решат. Сегодня уличные продавцы в областном Акимате встретились с главой края Амандыком Баталовым. К какому консенсусу пришли стороны, расскажет Елемандра Имбеков. Стихийная торговля – наболевший вопрос областного центра. Последние полгода власти города кардинально взялись за её ликвидацию. Предлагая торгующим свободные отделы в центральных торговых домах. Однако стихийщики попытались спровоцировать скандал. Главным аргументом называя «точки ненаработанными», то есть непроходимость товара на новом месте. Со своей проблемой они обратились напрямую к Амандыку Баталову и были услышаны. Все современные страны стремятся к этому. Я знаю ваше положение. Не от хорошей жизни торгуете на улице. Поэтому мы предлагаем альтернативный вариант, который устроит все стороны. На пересечении улиц Абая и Гаухарана есть свободный участок. Вот эту территорию мы организуем под цивилизованное место для торговли со всей необходимой инфраструктурой и удобствами. Спасибо Акиму область Амандыку Баталову. Он, как никто другой, понимает нашу ситуацию. Заботясь о нас, нам создадут все необходимые условия. Нас всё устраивает. Новая торговая зона будет рассчитана на 130 предпринимательских точек. К тому же на полгода они будут освобождены от налоговых и арендных выплат. Со стороны Акимата города Талдукурган мы сейчас в данный момент благоустроили территорию базара на улице Галхарана, пересечении Абая. Мы сделали полностью очистку данной территории. Сейчас провели электричество. Объект будут строить примерно два месяца. А до этого времени Амандык Баталов поручил руководству города выделить продавцам временные места. Но зону Арбата всё же освободить. Мы сейчас ищем несколько участков, где можно будет торговать пару месяцев, пока не откроем современный базар для них. Участки будут ярмарочного типа, чтобы соответствовало эстетическому виду. Также у стихийных торговцев отсутствуют всякие документы, к примеру, о предпринимательской деятельности. На решение этих вопросов отведено в пару дней. К слову, ликвидация стихийной торговли обеспечит прозрачность налоговых поступлений. Не будет антисанитарии. Проезд автомобилей, парковочная зона, пешеходные переходы, тротуары. Наконец, будут выполнять свои положенные функции. Елеман Реймбеков, Абдул Несипов, телеканал ЖИЦУ, Талдыкурган. К другим темам. Что делать, если работодатель вовремя не платит зарплату? Куда обратиться, если вас незаконно уволили? Печальная статистика роста количества нарушений трудовых договоров связана не только с правовой безграмотностью населения. Как обстоят дела в сфере трудовых отношений в нашем регионе? И насколько соблюдаются пункты Трудового кодекса в рабочих коллективах, расскажет Гульмира Тимиргалеева. Проблемы защиты прав работников в первую очередь возникают из-за незнания законов. Однако, чтобы отстоять свои кровно заработанные или оспорить неправомерное решение своего руководителя, казахстанцы в большинстве случаев сразу же обращаются в суды. К сожалению, не каждый гражданин знает, что вопросами трудового законодательства занимается отдельное ведомство, а именно инспекция по труду. В основном нарушение трудового законодательства в части при приёме на работу с работниками не заключают трудовые договора, им не разъясняются свои трудовые права, допустим, даже приказы элементарные не составляются при приёме на работу. Соответственно, отпускные, допустим, не выплачиваются, режим рабочего времени не соблюдается. Но фактов очень много. Как показывает статистика, количество жалоб со стороны наёмных работников из года в год увеличивается. Если в 2018 году их было чуть более 700, то в 2019 году их число составило около тысячи. С начала 2020 года в реестре инспекции уже зарегистрировано порядка 92 заявлений. В месяц у каждого сотрудника госинспекции на рассмотрении примерно более 10 сложных дел. Профсоюзы оказывают посильную помощь в разрешении трудовых споров. Но в случае с крупными организациями не обойтись без вмешательства инспекции труда. Так, мостостроительный отряд имени Рязанова в городе Капшагай задолжал своим рабочим более 140 миллионов тенге. Невыполнение требования предписаний инспекции труда привело к принудительному исполнению данных обязанностей после вынесения решения экономическим судом. В список нарушителей трудового кодекса вошли еще два предприятия. Имбир и Жавашта находятся в Великском районе. По данному предприятию работодатель не выплачивает заработную плату. Однако, госинспекторами труда на сегодняшний день наложены административные штрафы, выданы предписания и материалы, направленные в экономический суд. Третье предприятие, это у нас тоже Сукранит. Оно зарегистрировано в Аксульском районе. По данному предприятию госинспекторам по заявлению работников назначена проверка. По итогам проверок выдано предписание. На сегодняшний день данное дело рассматривается в суде. В идеале трудовые будни работников не должны омрачаться мыслями о задержке заработанных денег или того хуже предстоящим увольнением. Как показал соцопрос среди талдыкурганцев, их вполне устраивает как условия труда, так и размер оплаты. Зарплату я получаю согласно трудовому договору. С нарушениями я не сталкивался. Всё в порядке. Муж работает на государственной службе. Никаких нарушений у него на работе не было. Зарплату получают полностью и вовремя. Для сведения работодателей, в случае нарушения пунктов Трудового кодекса для должностных лиц предусматривается административное наказание в виде штрафа от 30 МРП. Руководителям малых предприятий размер денежного взыскания составляет от 60 расчётных показателей, согласно статье 87 Административного кодекса Республики Казахстан. Гульмира Тимиргалеева, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Мы продолжаем наш выпуск. Смотрите далее. Проблемная трасса. Сотрудники АДГС проверили качество автодороги Алматы-Уэскемен. Выявлен ряд нарушений. Дети от мира сего. Более 800 ребят со всех уголков области состязались в конкурсе по развитию творческого потенциала Бала-Алеме. Кто сильнее? В Талдыкургане прошёл чемпионат Казахстана по борьбе на поясах. На набережной Каспийского моря наблюдается прилёт стаи фламинго. По наблюдениям, примерно более тысячи птиц вернулись из тёплых краёв. Фламинго прилетает в Казахстане в лишь нескольких пунктах. В северо-восточном углу Каспийского моря и на озере Тенес, говорят в Министерстве сельского хозяйства. По их данным, количество проводящих у нас лета фламинго может приблизительно определено в 50-100 тысяч птиц. Количественные учёты фламинго, проведённые на местах его зимовок на Каспийском море, показывают, что на Ленкуранском побережье проводят зиму около 10 тысяч фламинго. Приблизительно столько же зимует на Туркменском побережье. Можно предположить, что эти 20 тысяч птиц относятся к тем, которые гнёздятся на северо-восточных берегах Каспия и в области Шалкар-Тенеза. 16 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Алматы. В мегаполисе выпало 18 сантиметров снега, а в горной местности более 90. Из-за снегопада в мегаполисе упало 136 деревьев и 19 больших веток. Такие инциденты в основном зафиксировали в Бустандыкском и Ауэзовском районах. 56 случаев падения веток на автомобили. На сегодня отработана 101 заявка. Основной приоритет уделяется ликвидации последствий падения деревьев на автомобили, проезжие и тротуарные части, а также детские площадки. Спасатели рекомендуют не парковать автомобили под деревьями. Также произошли 82 дорожных аварии. В них пострадали 17 человек. Первая ракетка Казахстана – 20-летняя Елена Рыбакина. Впервые в карьере поднялась на 19-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации. Это произошло благодаря выходу в финал в Санкт-Петербурге, где Рыбакина уступила уже двукратной его победительнице из Нидерландов, сообщает Вести Киезет. Таким образом, казахстанка набрала 2141 очко и улучшила свое положение на 6 строчек. Стоит отметить, что на протяжении долгого времени рекордом Казахстана в рейтинге ВТА являлась 25-я строчка. А 29 января текущего года Рыбакина смогла повторить это достижение. К новостям области. Качество автодороги Алматы-УСКМИН проверили сотрудники Департамента агентства по делам государственной службы Алматинской области совместно с представителями филиала Казавтожол. В результате рейда выявлен ряд нарушений. Как итог, подрядная организация оштрафована на 40 МРП. Подробности в следующем материале. Участок республиканской трассы Талдыкурган-Ушарал проходит капитальный ремонт. Для безопасного передвижения, особенно в зимнее время, дорогу должны постоянно чистить и выравнивать. Однако должным образом работа не ведется. Более того, есть вероятность смыва автодороги талыми водами. Здесь проложим трубу. Далее направим всю воду в эти трубы. Тем самым обезопасим автодорогу. Вот так сейчас выглядит отрезок между селами Казлагаш и Саркан. Глубокие выбоины, ямы – обычные явления, которые возникли вследствие неблагоприятных погодных условий. Устранить их вовремя должна ответственная компания «Сити Констракшн». Однако картина говорит об обратном. Устраните все эти ошибки. Сейчас пойдем заполнять протокол, так как дорога действительно в ужасном состоянии. Выявлены за сегодняшнее нарушение. Мы в кратчайшие сроки, наша компания обязуется, и я сам, выполним. Еще одно нарушение обязанных путей – дорожные знаки. Они не соответствуют требуемым стандартам. По выявленным недостаткам составлен административный протокол. Также выдано предписание для устранения выявленных недостатков. На сегодня автотрасса Талткурган-Ускимен проходит капитальный ремонт. 313 километров из них приходится на территорию Алматинской области. В зимний период строительные работы приостановлены. Но подготовительные работы к началу нового сезона ведутся полным ходом. Со стороны «Казавтажол» подрядной организации дан ряд поручений. До 1 апреля они должны подготовить 70% строительных материалов. Сейчас полностью подготовлен битум. На 40% готовые запасы щебня. На реконструкцию автотрассы «Сити Констракшн» задействовала 500 единиц техники. В сезон строительства трудятся порядка 4000 рабочих. И таких подобных компаний на участке Талткурган-Ускимен свою деятельность ведут 5 предприятий. Сильнейший шторм Денис обрушился на Европу. В Великобритании объявлено рекордное количество предупреждений о возможных потоплениях. В стране закрыто железнодорожное сообщение на некоторых линиях. Перекрытые автодороги, отменены сотни авиарейсов. Сообщается как минимум о двоих погибших. Жителям рекомендовано отказаться от поездок. На помощь спасателям направлены и военные. Немал обед шторм принес также Финляндии, Швеции, Франции, Бельгии и Ирландии. Самый быстрый в мире компьютер для прогнозирования погоды за 850 миллионов фунтов планируют создать в Англии. Главные прогнозы будут предсказаны за 8 дней до события. Увеличение временного горизонта действительно является одним из усилий в прогнозировании погоды. В течение 50 лет экстремальные прогнозы погоды могут появиться на 10 дней вперед. И это действительно огромное преимущество для подготовки, заявляют в Центре метеорологических исследований. Уточняется, что в настоящее время офис использует три суперкомпьютера, которые в совокупности образуют один из самых мощных процессоров для изучения погоды и климата в мире. Они могут выполнять 14 тысяч триллионов вычислений в секунду. Срок действий этой системы закончится в конце 2022 года. На Евро 2020 купили 28 миллионов билетов. Это в два раза больше, чем перед Евро 2016. По мнению Союза Европейских футбольных ассоциаций, такой интерес связан с уникальным форматом турнира, который пройдет в 12 городах мира. К примеру, на матч группового этапа Франция и Германия, который состоится 16 июня в Мюнхене, пожелали попасть 710 тысяч человек. Это всего на 4 тысячи меньше, чем на финал на Уэмбли. Почти 64% заявок подали жители стран-хозяек. Высокий спрос показали соседние страны – Финляндия, Австрия, Франция и Польша. Студенты Толгарского медицинского колледжа отметили день рождения классика казахской поэзии у Кагали Макатаева. В этом году известному лирику исполнилось бы 89 лет. По традиции молодежь прочитала стихи из богатой коллекции шедевров Макатаева и показала драматическую постановку Дарига Жюрек. В Толгарском медицинском колледже празднование дня рождения поэта стало уже доброй традицией. Подготовились студенты к этому дню основательно. Театральная постановка по произведению Мухагали Макатаева вызвала у зрителей слёзы и бурные овации. Мухагали Макатаев единственный казахстанский поэт, который написал послание будущим врачам в виде стиха. Сегодня эти строки украшают наш конференц-зал. Мы с 2011 года ко дню рождения поэта готовимся основательно и устраиваем творческие вечера, спортивные мероприятия. Мы уделяем особое внимание творческому наследию. Помимо творческого вечера, в стенах колледжа прошёл турнир по волейболу среди учителей. В нём приняли участие также коллеги с ближайших районов. Очень рады, что ещё и приурочили спортивный турнир. Важно не забывать о пользе спорта и регулярно заниматься им. Отметим, учебное заведение образовано в 1937 году. Сейчас в медколледже получает более 1 тысячи студентов. Образовательное учреждение полностью оснащено материально-технической базой и готовит квалифицированных специалистов. Аделя Кжаркенова, Ербола Тантелов, Телеканал ЖИЦУ. Юные и талантливые. Сегодня дворец школьников стал центром притяжения одарённых в творчестве детишек. Более 800 мальчиков и девочек со всех уголков области состязались в конкурсе по развитию творческого потенциала «Бала Алеме». Мероприятие проводится второй год подряд и на этот раз приурочен к 175-летию Абая Кунабаева. Как отмечают организаторы, «Бала Алеме» поможет участникам шагнуть ещё на одну ступень выше в совершенствовании таланта и обрести уверенность на сцене. Участвовали дети в возрасте от 3 до 17 лет. На суд зрителям и жюри представлены номера по 11 номинациям. Всем победителям и призёрам вручены статуэтки, медали и грамоты. 11 номинаций – это у нас игра на инструменте, театральное искусство, дефиле, хореография, вокал, художественное чтение, робототехника, эссе, декоративно-прикладное искусство. Сама цель этого конкурса – выявить лучшие таланты, дать им в будущем хорошее направление и поддержка молодых юных талантов. В Талдыкургане прошёл чемпионат Казахстана по борьбе на поясах. Спорткомплекс «Уркем» принял у себя более 230 борцов из 12 областей страны. Спортсмены выступали за право стать обладателем звания мастера спорта. Данное соревнование проводится ежегодно во всех городах Казахстана. В этом году первенство страны в Талдыкургане прошло в пятый раз. Спортсмены до 23 лет выявляли сильнейшего в классической борьбе на поясах среди парней и девушек. В этом году, в 2020-м первое соревнование начинаем в Талдыкургане, Алматинской области. Первые места, которые выигрывают первые места, они будут мастером спорта. Сколько сам по предметам пояса. Сейчас мастерами спорта станут, на следующий год национальную сборную команду они в книгу завоедут уже. Среди участников много перспективных спортсменов. В их числе Талдыкургане Саян Курмангалиев. Призером крупных стартов борец становился не раз. В этом году он готов произойти все свои результаты. Спортсмен, к слову, занимается поясной борьбой более пяти лет. В 2018 году стал чемпионом мира среди молодежи и победителем Казахстана. В этот раз в планах завоевать первое место, попасть в сборную страны и взять мастера спорта. Для этого упорно тренировался, проходил сборы у нас в области. По итогам соревнования в общекомандном зачете первого места удостоилась сборная из Казвардинской области. Вторую ступень пьедестала почета заняли спортсмены из Туркестанской области. За третьим местом уверенно закрепилась Алматинская область. Всего разыграно 16 званий мастеров спорта. Алексей Цой, Жей Курнмамбаев, телеканал ЖТСУ, Тауды Курган. Такой оказалась информационная картина уходящего дня. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин